Близится один из самых древних и значимых христианских праздников – День Крещения Господня. В России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях. Согласно религиозным догмам, в ночь крещения любая вода становится святой. Специальное место для желающих окунуться в мороз в ледяной проруби готовят каждый год. Уже взяли анализ воды на санитарно-химические и микробиологические показатели в пруду Боровом и двух источниках Святого Владимира и Серебряные ключи. Результаты анализов будут готовы в ближайшее время. Несмотря на то, что пока еще неизвестны результаты анализов, администрация готовится к этому мероприятию. Заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым сейчас мы готовим купель на пруду Боровом, который будет оборудован в соответствии со всеми требованиями безопасности людей на водных объектах. Единственным оборудованным местом для купания в городе будет пруд Боровое. Окунуться в прорубь можно будет с 22 часов 18 января до 3 утра 19 января. Традиционно будет подготовлен спуск купели, освещение, а также оборудованы места для переодевания и обогрева. На все время запланированы дежурства бригад спасателей и скорой помощи. Дно обследуют водолазы, специалисты обустроят места для переодевания. Купания пройдут с учетом ковидных ограничений. Просим всех посетителей и всех граждан, которые будут приходить купаться, быть в масках, соблюдать режим полтора метра. Это, конечно, касается в первую очередь мест для переодевания. Готовятся четыре автобуса теплых для переодевания, поэтому надеемся, что в комфортных условиях достаточно пройдет это. Несмотря на все меры предосторожности, риск заразиться коронавирусом все-таки остается. И каждому, кто решит посетить место купания в этом году, нужно взвесить все риски и принять обдуманное решение. В Крещенскую ночь также можно будет набрать воды. К источникам Серебряные ключи и Святого Владимира расчистят подъездные пути. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.